Наши есть везде. И в роте почетного караула тоже. Для Владислава Понтуса армейская жизнь подходит к концу. До увольнения в запас меньше двух недель. Полтора года пролетели как один миг, отмечает Бабручанин. Ежедневные четырехчасовые тренировки на плацу. Выступление в Москве и в Минске на парадах. Вспомнить есть что. К слову, сегодняшний плацконцерт в Сычково и фрейдер Понтус не забудет точно. Очень сильно я хотел в роту почетного караула. В любом случае, я раньше смотрел видео, наблюдал за этой ротой. Буду очень скучать. Мне всем желаю попасть в роту почетного караула. В Сычково вспоминают героев былых времен. Курган Славы – место, где замирает дух. Здесь заложены капсулы землей из 70 братских могил, которые расположены на территории Бобруйского района. Красные гвоздики и Алая звезда. Благодарность потомков за мирную жизнь. У подножия Кургана Славы оркестр Минской военной комендатуры. Песни Великой Победы в исполнении гостей из столицы. Изюминка концерта – выступление роты почетного караула. Эти парни всегда на виду. Про них говорят элита – лицо страны. Гвардейцы по два метра роста. Им рукоплескали тысячи людей из самых разных стран мира. Для бобручан – абсолютно новая программа. Всем выступлениям готовимся мы основательно, готовимся за несколько месяцев. В принципе, программу нашего выступления на пласт-концерте мы отрабатывали уже с конца февраля. Отрабатывали, добавляли какие-то элементы, подбирали, как оно будет красиво смотреться. Еще один сюрприз – выставка вооружения, автоматы, щиты, экипировка белорусской армии. Поддержать в руках оружие – мечта любого мальчишки. Ручной пулемет «Калашникова». Прицельная дальность – тысяча метров. Прицел ночного видения. В магазине 45 патронов, вес – 5 килограммов. РПК-74 стоит на вооружении многих стран мира. Впечатлению у собравшихся массов все-таки не каждый день в Бобруйск приезжает рота почетного караула. Что понравилось сегодня? Мне очень понравилось, как выступал почетный караул. Ну что именно понравилось? Может там синхронность, не знаю, четкость? Ну да, синхронность, четкость. Очень хорошо работали. Чему понравилось сегодня? Как выступали отряд целых. Ну, рота почетного караула? Да, да, да. Ну что тебе больше понравилось? Их движение. Синхронность? Да, да. Ну а сам пошел выслуживать роту почетного караула? Да. Плац-концерт – это только начало большой программы, посвященной Дню Победы. Выставка военной техники, реконструкция боев за Бобруйск, велопробег и акции «Беларусь помнит». Город масштабно встретит один из главных праздников в истории страны. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.